Удобрения для малины весной. Распределили по таким группам. Подбор удобрений под место посадки, ранняя подкорка малины, удобрения в конце весны и в начале лета. Мы знаем, что малина это наш источник витаминов для поддержания здоровья и жизненной силы, а еще одна из самых вкусных ягод. За текстуру, аромат, цвет, форму, вкус мы обожаем малину. В самостоятельном выращивании необходимо придерживаться не только правил агротехники, но и послепосадочного ухода, к которым относится выбор удобрений для малины весной. Место посадки малины плюс подбор удобрений. Для высадки мы выбрали умеренно кислый грунт. Известкование почвы малины не жалуют. Обычно высаживают на нейтральной земле, которая богата органикой. Удобрения подбираем также, чтобы не двигать уровень PH. Весенняя подкормка проходит в несколько этапов с внесением разных удобрений. Ранняя подкормка малины. Выбираем органику. Разбавленный коровяк довести до 10 литров водой. Можно заменить на птичий помет пропорции 1 к 20. Ранней весной, еще до завязи и плодоношения, органические удобрения как нельзя лучше стимулируют развитие малины. Из покупных смесей подойдет кемира. Ее потребуется 3 столовых ложки на 10 литров воды. Поливаем вариантами жидких удобрений под куст, не направляя на листья по 1 литру на 1 саженец малины. Минеральные удобрения также идут под куст малины, но часто уже взрослые, особенно перед каждым рыхлением. В начале весны опять-таки можно вносить азотные компоненты, после чего ставка в подкормках делается на фосфорно-калийные смеси. Для малины ранней весной подойдут аммиачная селитра и мочевина по 12 грамм плюс 10 грамм на 2 метра квадратных, после увлажнения и перед рыхлением почвы. Подкормка в конце весны удобрения летом. До конца весны можно сосредотачиваться на калийных и фосфорных компонентах в составе минеральных смесей. Малина отлично запасается калием, стимулируя плодоношение и влияя на молодые побеги в следующем сезоне. Фосфор укрепляет корневую систему и защищает ягоды. В начале лета уместными будут подкормки древесной золой. Ее часто просто рассыпают по грядке или немножечко добавляют землю и перекапывают. Можно проводить удобрения вплоть до плодоношения. Выполнить несколько функций. Рыхлит землю, насыщает, защищает. В этот период можно вводить растительные удобрения и добавлять сидераты. Их сеют или заделывают в междурядье. К следующей весне необходимая масса растений успеет обновить почву. Сидераты для малины, клевер, белая горчица. Осенью малина теряет много питательных веществ, поэтому мы снова вводим минеральные удобрения и органику. Последнюю можно без труда заменить минеральными комплексами, либо чередовать минералы с органикой. На заметку огородникам. После того, как урожай будет собран, землю под малины удобряют навозом или компостом, или сульфатом калия, аммонием, фосфором. Такими же взаимозаменяемыми удобрениями оказывается калийная соль и древесная зола, но последняя не содержит хлора, поэтому пользуется большим спросом. Фосфор вносим весной до плодоношения или уже под зиму. Переизбыток этого компонента в почвенной смеси не нужен. Пишите в комментариях, какие удобрения для малины используете вы весной.